Добрый день всем еще раз. У нас решающий матч между командой Кенси Уипс и Арканус Гейминг. Первую игру выиграли Арканусы, вторую Кенси Уипс, наказали своих обидчиков. И теперь, кто же все-таки возьмет у нас вверх? На данный момент счет 1-1. И это решающий матч, потому как катка у нас в формате Best of 3 до двух побед. Собственно, кто сейчас выигрывает, проходит дальше. На данный момент Кенси Уипс забрали себе Квапу, Шейкера, Шторм Спирита и Абадона. Со стороны команды Арканус Гейминг. Тролль Варлорд, Лич, Акс и Шадоу Шаман. Но Арканус Гейминг сразу же избавились от такого важного лесника, как Чена. И Бесмастера тоже у нас забанили. Потому что Арканус Гейминг собирается пушить, и Ликан об этом напрямую нам говорит. Акс будет выносить быстренько крипов. Шадоу Шаман ему в этом поможет. Ну и дальше посмотрим, как будут сыпаться Тауэра под Хаулем. Тут я практически не сомневаюсь, что Ликан соберет у нас Некрономикон третьего левела. Ну и, конечно же, Варды Шадоу Шамана. В идеале здесь, конечно, и Аганим на Шадоу Шамана будет совсем не лишним. Кенси Уипс смогут ли от всего этого отбиться? Пока что непонятно. Нужен какой-то хороший керри. Надо что-то делать с этой квапой, отправлять ее куда-то, не знаю куда. И взять какого-то важного керри и какой-то контр-пуш. Влад Секер еще раз от Кенси Уипс. В прошлый раз зашло на 5 с плюсом. Что будет сейчас, увидим. Но пока что есть подозрение, что команда Арканис Гейминг сможет у нас запушить бедняк Кенси Уипс. Глянем, 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 глянем. Еще раз, не буду ставить ни на одну из команд в данном случае. Потому что Кенси Уипс могут удивлять у них такой коллективчик, от которого вообще не понимаешь, что ждать. Последний месяц они то дичайшим образом сливают, то феноменально вообще выигрывают. Туди забирает себе Абаддона, отправляется на Сложную. Приехали. Чейн забирает себе опять Бладсикера, будет фармить. Wedding Crash на квапе идет на Мидлейн и Шторм Спирит у нас для Гоудота. Круто, теперь Шторм Спирит у нас будет саппортить или фармить лес. Или все-таки с Wedding Crash поменяются. Но что-то еще думает себе Кенси Уипс. Командарь Канус Гейминг, Хенрик забирает себе Тролль Варлорда. Возможно отправиться на Мид, Майти Север пойдет у нас скорее всего фармить легкую на Легантропе. А может и на Мидлейн отправится у нас Майти Север. Тоже не критично. Так, пауза со старта. Мы пока подправим наши дела. С Виженом. Ну все, давайте по героям, кто на ком у нас играет. Чейн забирает себе Бладсикера, Wedding Crash будет на квапе, Туди на Абаддоне, 3-4-3 на Шейкере, Гоудот забирает себе Шторм Спирита. Хенрих берет Тролль Варлорда. Джоприл Рэммоз забирает себе Лича, Фрайт Баттерфляй берет Шадоу Шамана, Плейхард будет играть на Аксе и Майти Север берет Ликана. То, что Майти Север забрал Ликана, есть у меня подозрение, что Ликантроп у нас отправится фармить Мидлейн. Стоять против кого? Кто там? Квапа, да, скорее всего. Да, Wedding Crash у нас на квапе играет, скорее всего квапа будет стоять мид от команды Кенс и Уипс. Пока что никто ничего не купил, по запаку сказать нельзя. Сейчас, 2 секунды, все станет на свои места. Да, у Гоу Дота есть Нул Талисман, есть Танго, Wedding Crash тоже у нас с Нул Талисманом. Скорее всего пробустит у нас... Да, Wedding Crash свапнулся с Гоу Дотом, игра повторяется. Гоу Дот как в прошлой игре, так и в этой будет играть у нас на Queen of Pain. Теперь квапа будет все ту же роль выполнять, что и раньше. Она будет здесь заниматься помощью на линии. В данном случае Абадону, а не Шейкеру. 3-4-3 это саппорт Шейкер на... Скорее всего на топ-лейне. И Чейнс будет фармить там топ-лейн. Либо Туди опять же уйдет у нас в соло на топ-лейн. А Чейнс вместе с Wedding Crash, с Гоу Дотом и 3-4-3 будут стараться загонять у нас легкую. Команда Арканис Гейминг. Pride Butterfly чуть было не подставился, но фиссуру тратить не решились. Кенс и Уэйпсы правильно в принципе делали, там не догонять его. Ну, кстати, в прошлой игре Туди играл у нас на Шейкере, стоял сложную. Не сказать, что слишком хорошо стоял, но в итоге все хорошо, что хорошо кончается. Команда Кенс и Уэйпс выиграла эту игру безусловно усилиями Бладсикера. Да, там мейн, вообще мейн керри был СФ, больше всех нафармил. Некоторых там в 3-4 раза перефармил важных игроков в составе команды Арканис Гейминг. Но тем не менее, львиная доля успеха была в Бладсикере. Массала за счет Бладрайта, это какое-то чудо было для команды Кенс и Уэйпс. А дальше уже настреливал СФ, ну, делал то, что и должен был делать. Чейнс отправляется на топ-лейн. К нему саппортить идет Шейкер. Туди стоит сложный на Абадоне. Уэйдинг Крэш на мидлейне. Гоудот первое время, я думаю, может быть, постоит у нас вместе с Уэйдинг Крэшем. А может быть, отправится на сложную. Ну, в принципе, так и есть. Гоудот отправляется на сложную линию. И неужели он здесь будет фармить? Вполне может быть, Туди у нас забрал Хилинг Сэлф, забрал Танго, Стаут Шилд. Для фарма пока ничего. А вот у Квапы уже есть Нул Талисман. Но у нас Гоудот на Квапе обычно выходит в 3 Нул Талисмана и ПТ. Как в старые добрые времена у нас стояла сложная линия для Нейчерс Профита. Там было 3 Нул Талисмана, ПТ и Блэйд Мэйл. Тут без Блэйд Мэйла, конечно, но в остальном сборка примерно такая же. Плейхард на аксе в сложную. Ему помогает Джо Прил Рэмас. Против него будет здесь стоять 3-4-3. И Чейнс, Чейнс на линию не выходит. Занимается отводами Чейнс. С первого левела пошел в леса. А почему такое решение, мне толком и непонятно. Неужели Шейкеру дает возможность заработать левел? Фармит лес Чейнс и все. И хоть кол ему на голове тиши. Чейнс не собирается выходить на линию. Странное решение. В принципе, прошлая игра неплохо далась Чейнсу. И все было, в принципе, вполне удачно для команды Кэнсу Випс самых ранних левелов. Что теперь произошло непонятно. Майти Сейвер. Ловит у нас Шадоу Страйк. Но это так, просто отпугнуть у нас собаку. Голдот. Решил ворваться в Майти Сейвера. У Фрайд Баттерфляй пока ничего не вкачано. Ни сетка, ни хекс. Голдот здесь будет накалять. Его функция такова. Он блинкуется, дает Шадоу Страйки, кричит. А дальше на нем Афотик Шилд разрывается. И дамажит сразу всех. И по многу. Вейдинг Крэш. Реген есть для него. И лучше бы Вейдинг Крэш бежал быстрее вниз. Ну да контрольте же вы. Квопа забирает реген. Зачем, Карл? Зачем? Хенрих на Тролль Варлорде. 12 на 3. Вейдинг Крэш 11 на 1. Все очень и очень ровно. Поконя пошла за Хенрихом. Боттл прилетает к Вейдинг Крэш. У 6 левела нет. Можно и не убежать отсюда. У Хенриха нет здесь бутсов спид. Поэтому Вейдинг Крэш очень удачно на хайграунд заходит. Теряет извиженное его Хенриха и отпускает. Ферст Блат пока что не был сделан ни одной из команд. И Голдот просто бесит здесь команду Арканис Гейминг. Он все время ходит под Афотик Шилдом. Раскастовывается нон-стоп. Через Шадоу Страйк, прыжки, да и просто удары с руки. И понятно, если Лекан еще кое-как... Так, ну что такое у нас на Мидлейне? Подставляется Вейдинг Крэш. Игрался он с судьбой, да игрался. В итоге Хенрих забирает у нас Ферст Блат и по золоту уже выходит вперед. Бонетворс у него 2200 и у Шторм Спирит против него 1400. Дичайший провал со стороны команды Кенси Уэйпс на Мидлейне. Топлейн тоже отдали. Что, решили просто дать возможность команде Арканис Гейминг заработать тьму денег? Уже 750 в пользу команды Арканис. По экспириенсу 600 тоже в их пользу. Ну и без файтов, без каких-то ганков переход с линии на линию я не наблюдаю. Почему 3-4-3 не могли подойти на линию, только сейчас подходит на линию Туди? У меня действительно вопрос. Туди в итоге на лоу ХП уже прилетает на лайн, потому что один раз каст от Джо Прил Вемаса и половина ХП для Абаддона сливается моментально. Фейсбуцы есть у нас у Туди. Туди пошел врываться на плейхард офисура по нему. Ну и нормально, в принципе, вторая пассивка. Можно и догонять здесь Абаддона. Афотик Шилд спадает у нас с Туди. На лоу ХП здесь плейхард, но Туди скорее всего доковыряет. Туди доняет себя и убивает Акса. Вот это скиллочек, а? И Хенрих на лоу ХП. Вейдинг Рэдж забирает здесь фраг, фрайд Баттерфляйс. Решил погнать у нас Шторм Спирита, но Шторм размонсил бы в кусах. А Шадоу Шаман это не тот герой, против которого... Ну, не тот герой, который тут может выдержать хотя бы 2-3 удара от Тавера. Ну все, хаста для Шадоу Шамана закончилась. В принципе, без фрагов со стороны команды Кенси Випс. 2-2 становится счет. По золоту Кенси Випс выходят вперед, у них 300. По голде, по экспириенсу 400, тоже в их пользу. Голдот остается в соло против Майти Сейвера. И вот он в звездный час квапы. Еще один Шадоу Страйк Майти Сейвера. Голдот мог бы и под Тауэр лезть. Второй Шадоу Страйк. Есть здесь Скрим Оф Пейн. Почему не полез дальше и не убил Ликана, непонятно даже. Под Шадоу Страйком должны были забирать. Но, я так понимаю, не видели, где находится у нас Шадоу Шаман. Боялись, что развалят Голдота и не ворвались. Уэдинг Крэш за Джо Прил Рэмасом. Маны совсем чуть-чуть, боу Лайтнинг есть у Уэдинг Крэша, но не пошел дальше. Здесь файт тоже проходит и забрали в итоге акса. 3-2. Кенса и Уэйпс выходят вперед и начинают увеличивать свое преимущество. Майти Сейвер просто утопает в Шадоу Страйках. Постоянно Голдот его накаляет. Собрал вокруг себя толпень и... И это его крипы. Они его не бьют. Просто от собак бегал у нас Голдот и все крипы за собакой дальше. Опять можно просто раскастовать у нас Майти Сейвера, а Майти Сейвер развалится. Хватило бы маны, но Фрайд Баттерфляй близко. Знает об этом Голдот, просто бежать будет отсюда. Или можно поиграть на нервах. В принципе, если Голдот у нас даст Шадоу Страйк, даст Скрим оф Пейн, если маны, конечно, хватит, то... Все, маны должно хватать для Квапы. Маны должно хватать. Надо просто ворваться в Майти Сейвера и все, и умрет у нас Майти Сейвера. А в Соло Шадоу Шаман у нас Квапу никак вообще не убивает. Эзер Шок и Шейкл это все не то. Ждем. Голдот об этом тоже думает, я уверен. Майти Сейвер просто хилится, но должен же прочекать, понять, что нет хилок. И надо врываться, пока третий не пришел. Сейчас придет третий, Голдот ворвется и рассыпется. Плейхард уже недалеко у нас, поэтому, если что, выйдет на Голдота. Ждут. Ученьца появляется ПТ тем временем. Хикса как не было, так и нет. Второй Эзер Шок от Шадоу Шамана. Голдот готов врываться в Майти Сейвера. Да ворвись же ты, ну... Да просто на мужике на характере. Рвани и развали у нас собаку. Голдота какая-то фобия. В принципе, никак не может себе позволить собраться с духом и ворваться спокойно здесь Феликана. Под смоком. Наконец-то пришла помощь эмоциональная в виде Эр Шейкера. Одна фиссура, один Шадоу Страйк, один Скрим оф Пейн. И не будет вообще Майти Сейвера как такового. Далеко вся команда. Майти Сейвер прячется за деревья. Главное не выходить у нас на свет. Майти Сейвера прокликали. Видят, что где-то он там. Майти Сейвер в принципе уже стал видимым. Нет, стоит невидимый у нас Майти Сейвер. Вот она. Вот он этот участок карты. Не видят у нас беднягу Ликана. Вот это я понимаю супер маскировка вообще. Все, под Вардом побежал Майти Сейвер. И понимают, что здесь и Плей Хард, и все остальные. Лучше сюда не врываться. Так, а где находится Варинг Крэш? На верхней руне. Ну и что? Гоудот просто тратит свое время, время своей команды. И наша в принципе тратит. Не врывается. Ликана не гнобит. Зачем здесь стоять? Непонятно. Квапа не должна просто получать экспу. Это же Квапа. Она может фармить. Она может убивать. И на девятой минуте Квапа должна убивать. В итоге ни шестого левела нифига вообще. Забрали бы Майти Сейвера 500 раз и ушли бы отсюда. Пусть на лоу ХП, пусть как угодно. В итоге волки тут фармят лучше, чем делает это Квин оф Пейн. Да, одними волками здесь Майти Сейвер справляется с фармом. Пожалуйста, трех крипов на ровном месте с умирающими волками. Шестой левел есть. Может себе позволить подфармить. В итоге 3-4-3 остается здесь. Квапа стоит под собственным фонтаном. У Эдинг Крэша восьмой левел уже имеется. Готовится выйти у нас в ПТ. ПТ готов. И дальше в Юл, как я понимаю. Гоудот пришел теперь постоять на топ, на мид линии. А хотя нет, нет, нет. Он пришел нас здесь пополнить банку шторму. Можно ворваться на тролль варлорда. Гоудот пошел на Хенриха. Рассказ пошел от Гоудота. Ну и Хенрих на лоу ХП. Вейдинг Крэш в хиксе. Без маны вообще. Хенрих на лоу ХП. Просто один удар от Квапы. Умирает Квапа, умирает здесь тролль. Мы поймали мидера команды Кенси Уипс. Развалили. В итоге 2 в 1 подрались. Лич в это время умирает у нас на топ-лейне. Туди тоже здесь не прощает. По итогам файта. Где же этот итог файта? Ну, файты были в разных частях карты. Поэтому файт-рекап у нас просто смазанный получился. В итоге команда Кенси Уипс осталась в любом случае в плюсе. Где-то 500 они выигрывают по голде. По экспириенсу в пользу команды Арканис Гейминг. Так, пошел врыв у нас на нижний лайн. Туди под собственной ультой быстрее бежать. Фотик Шилд на нем висит, но этого не хватит. Надо сейвить его. Плей Хард. Через 3 секунды будет Берсеркер Коул. Плей Харда уже есть. Транквил. У Туди только фазы. И фазы не всегда дают ту скорость, которая нужна. Ну, развалили. В итоге у нас оффлейнера команды Кенси Уипс. Туди отправляется в таверну. Это 500 золота для Арканис Гейминг. Гоудот на Плей Харда. Просто поспамить немножко по Плей Харду. В принципе, всего достаточно. Нет, Квапа решила подраться. И агрит на себя у нас Квапу. Сразу же ловит Хекс. И сразу же ловит Агар от Плей Харда. Замахивался уже здесь Гоудот. Стрима Пейн давать не получилось. Но забрали у нас в это время на нижнем лайне Ликантропа. Уэрдинг Крэш. Фактически на фуллман у нас влетел. Раскаст пошел от Шейкера. Одной фиссуры было достаточно. Хенрих приходит сюда. Решил забирать здесь Шторм Спирита. Улететь может Уэрдинг Крэш. А вот после фиссуры может и умереть Хенрих у нас. Ну так врывайтесь же. Плей Хард уже недалеко. И бежать отсюда. Бежать как можно быстрее. Тэп-аут от Уэрдинг Крэша. Какой умный Шторм Спирит. Второй Болл Лайтнинг. Есть Сол Ринг. Есть 1200 сверху. Поймали 3-4-3. Его отсюда не отпускают. Плей Хард. Ульта по голове у нас Шейкер. У Шейкер в таверне. 12 минут. Полторы тысячи Кенси Уэпс по золоту. По Экспириенсу они выигрывают ничего вообще. На нижней лайн выходит команда Арканис Гейминг. Варды стоят. Т1 100% теряет Кенси Уэпс. За Дэнайт тоже возможности практически никакой нет. Поэтому команда Кенси Уэпс остается без Т1 по низу. Решили ответить Т1 по мидлей. Но уже на пациент прилетел сюда Плей Хард. И летит сюда Лич. Хенрик пошел в собственный лес фармить. Есть у него Мордип Маски. Есть Фейс Буцык. Появляется Владмир для Абадона. Что там у Чейнца? Вот кто меня больше всех интересует. У Чейнца пока голяк вообще полный. Нет, у Чейнца есть собранная Яша. Есть Пауэр Трэдс. И Брасер тоже для Чейнца. Радионтовский Курьер отправляется в таверну. Поймали Фрайд Баттерфлей. Развалили его. Плей Хард агрит на себя троих. Есть Эхо Слэм. Будет ли проюзан? Должен быть. Плей Харда здесь стопят. Ну и развалили также Тролль Варлорда. Чайник полетел по Уэддинг Крэшу. Все. В принципе Чайник за и выделит. Забрали также Лича. Ликантроп где же ты? Тебя все ждут. Ликантроп у нас в это время фармил Эншентов. Поэтому остался в живых. Минус 4 делает команда Кенсу Випс. За этот файт зарабатывает 2 800 по голде. Графики в их сторону качнутся. И 3 500 по Экспириенсу тоже в пользу команды Кенсу Випс. Еще и Тавер. Как вишенка на торте для команды Кенсу Випс. Австралийцы должны повезти. Так и есть. 3 500 по золоту. По Экспе тоже 3 с копейками в пользу команды Кенсу Випс. В АП появляется Пауэр Трэдс. И скорее всего... Хотя нет. Здесь уже наверное не появится. Все-таки Мэджик Вонт есть. Третий Нол Талисман не появится. Зря я распинался. Потому что место Даг в АП необходимо для свитка портала. Фрайт Баттерфляйт. В собственном лесу бедняга прям под Римнантом лежит его труп. Развалили шадоу шамана. 7.11 по итогам данного не файта, но избиения. Еще 500 по золоту и по Экспириенсу в пользу команды Кенсу Випс. Веддинг Рэша уже практически готов... Готов Бладстоун. До Солбустера остались копейки. Вот сейчас уже будет добить серьезного дракона. Там еще и на сдачу останется что-то прикупить. И Майти Сейвер сливается. Что ж за фит такой от команды Арканус? Плейхард, правда, нашел чем ответить. Квапу отправили вслед за Майти Сейвером. Просто в диаметрально другую, обратную сторону. Плейхард накричал на хрипов и бежит за Чейнзом. Чейнз может себе позволить бегать. А Ходик Шилд есть на Чейнзе. Чейнз под Хексом. Бегает очень быстро там на лоу ХП у нас. А кто у нас на лоу ХП-то? Чуть Чейнз так носится. Я так и не понял, кто на лоу ХП был. Ну, ладно, теперь понял. Чейнз, сам себя быстрее. Не сам себя, точнее, кто-то его подхилил. Кто это был? Кто этот гонец доброй воли? За Хенрихом погоня у Туди. Туди еще не проюзал ульту. У Туди есть Урн оф Шадоус. Поэтому Чейнз у нас более-менее выздоровел. Сейчас где-то пачку крипов поймает. И будет, в принципе, Бладсикер фуловый. Тауэр, как я понимаю, заденайли. Хотя инфы об этом не было. Чейнз на мид-линии. Надо его как-то подсейвить. Но один заряд в урне нет смысла тратить. Потому что, скорее всего, это будет дамажащий заряд в урне. Который собьет, например, Даггер Аксу. Или который, например, не даст... Даже не знаю, что там не даст. Ну что, Джо Прил Рэмас на лоу ХП. Варды поставил здесь Шадоу Шаман. Гоу Дот пока что живет. Агрид на себя его плей-хард. Гоу Дот не жилец. 9-14. 1 в 1 разменяемся. Саппорта на саппорта. Квапу на лича. На и лича. Фиссура по плей-харду. Он теперь знает, что здесь команда Кэнси Випс. Ну, знает и что ты будешь с этим делать. Как ты на это отреагируешь? Плей-хард. Никак вообще. Чейн забирает у нас Аэгис. И еще есть у него уже готовый Сэнжин Яша. Можно идти драться. Ну что, где Бладрайт? Где Бладрайт? Нет Бладрайта, зато есть обалденный Эхо Стэм у нас. 3-4-3. На лоу ХП здесь Акс. Забрали Майти Сейвера. Минус 3 делает команда Кэнси Випс. Надо идти сносить Т2 по миду. Даже думать нечего. Потом передислоцироваться на нижний лайн. Там уже крипы подпушили. На топ-лейне у нас с контрпушем занимается Хенрик. Да и вообще пес с ним. У Лича... Ой, у Лича. У Шейкера. 2-200 на руках. Совсем немного. 3-4-3 остается до Даггера. Упадет Тауэр, будет Даггер. Надо идти вниз, пока не появился Акс и Майти Сейвер. Да даже если и появится. Виспы забирают у нас Випсы. Если быть более правильным. Забирают у нас Т2. В это время на топ-лейне Хенрик отвалился. Решил поиграться у нас с командой Кэнси Випс. Игры закончились с пользой... Со счетом 1-0 в пользу команды Кэнси Випс. Потеряли Тролль Варлорда. Тролль до сих пор у нас без БКБ. И даже намеков на БКБ нет. Есть Яша и действительно в данном случае надо думать о появлении БКБ. Но Сэнджин Яша надо забить. Не спасет его Сэнджин Яша. Майти Сейвер под рэпш здесь. Чейнс, всего лишь один прыжок у нас от ульты Личабл. Майти Сейвер не может вообще двигаться. Понятно, что тут в рэпче в собачьей форме попробуй побегать. Туди, ульту еще не проюзывал. Ну и плейхард на Туди врывается. И Туди живет, в принципе живет. Пошла ульта у нас от Туди. Полностью практически выхилился от Туди. Через свой ульт Квапа на ЛУХП. Голдот дерется здесь с собаками. Голдоту не надо, в принципе, так играть с псами. Все-таки он саппорт Квапа. Просто потом новости какие-то появятся, что где-то в Подмосковье женщину съели собаки. А тут реально у Голдота не такой большой ХП-пул, чтобы с псами в войну сражаться. Ну и в итоге Т2 внизу падает. Забили вообще на то, что практически вся команда Арканис Гейминг жива. Жива, но не дееспособна. Потому что Кенси Уэйпс выигрывает десятку по золоту и по экспириенсу 12 тысяч тоже в пользу австралийского коллектива. Это мне нравится. Бладсикер появляется второй раз в пике. И второй раз команда Кенси Уэйпс тащит вообще ногами вперед Арканис Гейминг. Новая мета это, собственно, новые возможности. Новый вообще внешний вид всей доты. Потому что здесь просто осточертели все эти снайперы, все эти тролль-варлорды. Вся эта тухлятина, от которой уже непонятно как избавиться. Где вообще старая школа? Где думы? Я не знаю, где... Да хотя бы те же веники. Где веники? Короче говоря, кислота полная. Мейлшторм. Мейлшторм появляется у нас у Туди. На Бадони. У Чейнса. Как были с Инжиньяши, так и остаются. Правда, 3200 есть сверху. Ну что, Вейдинг Крэш. Вытащил на себя Майти Сейвера. Не жалеет у нас Шейкер Ульт. Плейхард агрит на себя Туди, агрит на себя Шейкера. И Плейхард не может убежать. Фессура очень удачно стоит здесь. Забирают Акса. Даблкил от Чейнса. Бладсикер просто жжет в данном файте. 5-0-1 вообще в данной катке. 20 минут сыграно. Команда Кенса и Випс выигрывает 22-9 у своих оппонентов. Собрались, поднатужились нестандартным пиком. Третий файт вытаскивают. 3-4-3 пошел зверей здесь. Намешивать на тебя Медведь. И от Голбота еще пару подач. Все, Медведя развалили. Чей Медведь был, я так и не понял. Скорее всего, Тролля. Да, это Доминатор Тролля. Завербовал у нас Медведя за команду Арканус Гейминг. Ну что, и очень быстро умирает здесь Тролль Варлорд на нижнем лане. Бладрайт от Бладсикера. Немножко с руки наковырял. Все, развалили мейнкери команды Арканус Гейминг. У Бладсикера 4600 на руках. Я думаю, что чейн сможет собрать себе Мьелнира. А может подумать, например, о появлении Керасы. Для всей команды вообще не лишним будет это. И опять же, скорость атаки и всего предостаточно. А можно и, например, о БКБ. Хотя БКБ тут только от Лича. Все. Все остальное не страшно вообще. Хекс. Разве что и выйдет от Шадоу Шамана. Хотя тут Хекс от Шадоу Шамана. Хорошо и выйдет смерть Шадоу Шамана. Просто Бэдлинг Крэш врывается у нас в Шадоу Шаман. У него уже 15 зарядов в Бладстоуне. Сейчас у него появится, как я понимаю, Хекс. И там бедный Шадоу Шаман. Он так терпел до этого. А жизнь станет вообще невероятно страшной для него. Туди за Т2. Ничего не боится. Готовится Майти Сейвер. Ну, я так понимаю, готовится к смерти. 0-5 у нас для мейн керри команды Арканус. Тут Майти Сейвер должен был выносить. А в итоге совсем другие у нас действующие лица на арене. Туди заходит на хайграунд. Туди есть, в принципе, ульт. Поэтому Туди ничего не боится. А фотик шилд на Туди. Плейхард вообще не знает. Ребята говорят, это не то, что я хотел. Зачем я это все придумал? Туди дальше побежал. Эхо Слэм пошел о 3-4-3. Майти Сейвер на лоу ХП. Чайник по троим. Да уйди ты от Туди, шейкер. В итоге Вейдинг Крэш делает Unstoppable Kill. Чейнс дальше за Джо Прил Рэмас. Ну и Хенрих, в принципе, выкупился. Пытается как-то подсейвить свой лайн. Я думаю, ничего не получится. Лайн команда Кенсу должна забирать. Потеряли Шейкера. Но Шейкер дал фул раскаст. Поэтому вообще не жалко. Все, падает ранжевой барак. Милишный тоже сейчас развалится. Хенрих на лоу ХП. Вряд ли отсюда уйдет Хенрих у нас. Баттл Транс провязали. И все, Майти Сейвер огонят. Сейчас умрет Майти Сейвер. Нервишки у команды Арканус Гейминг полностью сдадут. Варды поставили игроки команды Арканус Гейминг. Только, в принципе, на смех Кенси Випс. Они выформили варды и ушли отсюда. Сразу же Баттерфляй появляется для Бладсикера. Уже имеется. Все, пошел ХП себе повышать. Через Бладрайт просто фулл ХП для Чейнса. Как с ним бороться, непонятно. Тролль Варлорд слабый. 2-7-4. Ликантроп от Майти Сейвера просто доходяга вообще. 0-6-1. Да, Крипов тут соточку убил. Но 25-ая минута. Имей совесть. Ликантроп. Ну, в итоге команда Кенси Випс вообще унижает. Не то, что наказывает. Унижает своих оппонентов. Арканус Гейминг на 24-ой минуте 22 тысячи. Даже 23, наверное. Проигрывают Кенси Випс. И по экспириенсу Випсы на 24 тысячи тоже обгоняют своих оппонентов. Просто развал полнейший. Ничего команда Арканус Гейминг сделать не может. Вейдинг Крэш заходят на хайграунд. Им вроде бы сложнее. А по факту им вообще плевать. Тут географически ничего не мешает. Ну вот, правит Баттерфляд. Пожалуйста, привет от Вейдинг Крэша. Тотем по голове. Выкид сик для Шторм Спирита. 21 заряд здесь в Бладстоуне. 38, ну где-то 40 монопоинтов в секунду реген для Вейдинг Крэша. Летай вообще на фул. И собак у нас не жалеет Вейдинг Крэш. Собаки от ужаса умерли. Ну что, я понимаю, думаю, Айлига увидела своего полуфиналиста будущего. В принципе, Кенси и Уипс не должны данную игру отпускать по героям. У них запак великолепный. Тролль Варлорд до сих пор у нас без артефактов. Пропереть Хейнриху здесь никак не может. У него нет Блэйкинг Бара и вообще станов-то у команды Арканус Гейминг нет. А я думаю, в чем вообще причина? Да кто-то у нас из Нави пошел прямиком тренировать, а потом командировать командой Арканус Гейминг. Супер капитан, супер тренер, супер кто угодно. Никаких станов будем, я не знаю, будем вардами разбираться здесь. Вообще ни единой точки контроля. То есть, Шторм Спирит становится фактически неубиенным. Если не попадает у нас Вагр Акса, то как убивать Шторма непонятно вообще. Что делать с Бладсикером непонятно тоже. Абисал Блейд мог в итоге появиться, например, на Лекане. Но посмотрите на Лекана. У него скоро кардиостимулятор появиться должен будет. Потому что Лекан, ну действительно, просто он жертва для команды Кенси Вейпс. Плейхарда есть Блэйд Мэйл, есть Огр Клаб. Блинк Даггер и Транквил Буци. Серьезных артефактов мало что есть. В Шадоу Шамана есть Аркан Буци. У Лича. У Лича здесь имеется Хенд оф Медас. Но это чтобы хотя бы какие-то артефакты для Джо Прил Рэмас появлялись. У Акса мы видели. У Ликантропа появляются первые Некра. И есть Медальон вместе с Владмиром. Но на Рошана у нас Ликан не выходил. Потому что команда Арканус Гейминг просто в незавидном положении. 30-10. То есть в 3 раза больше фрагов сделала команда Кенси Вейпс. Это даже я могу в уме посчитать. У Квапы есть Линка. Это Саппорт Квапан на секундочку. Есть Линкен Сфера. ПТ. Нул Талисман. По Нетворсу Саппорт Квапан на четвертой позиции. Она обогнала всех игроков команды Арканус Гейминг. И Мейн Керри. И Полу Мейн Керри. И Сэми Керри. И вообще не Керри. И Саппортов. И Мертвецов типа Ликантропа. Всех вообще обогнала Квапа. Вот так вот посаппортила подруга у нас на разных линиях. У Шейкера по артефактам. Блин, Даггер есть. Форстаф есть. Курьер. Кому что несешь. Алтимейтор прилетел у нас для Ведин Крэша. У Ведин Крэша есть уже Линкен Сфера. Есть Бладстоун. Есть Алтимейтор. Статы очень крутые. Маны куча. ХП тоже в принципе практически достаточно на любой мув Ведин Крэша. Ну и Манна Реген просто огромный вообще. 21 заряд в Бладстоуне. О чем можно говорить. Ну и у Бладсикера есть Баттерфляй. Есть Сэн Джин Яша. Теперь есть Эйджис. Есть Доминатор. И 2 700 на руках для Чейнса. Еще и Линко его тут сверху поливают. Короче Бладсикер вообще не жизнь, а малина. Ну и все. Все 4 топ места за командой Кэнс и Уэпс. Единственный, кто тут немного отстает, это Шейкер. Ну Шейкер в одном файте полторы тысячи заработает. Обгонит всю команду Аркан. Тогда вообще это стыдно даже будет на это смотреть. Где там у нас Ведин Крэш? Ведин Крэш через деревья. В Джо Прил Рэмаса. Скорее всего Лич не успеет дать. Чайник нет. Чайник дает перед смертью у нас Лич. Фрайд Баттерфляйс. На лоу ХП развалили у нас также. Развалили тролль Варлорда. Ну и все. Пошли фармить Варды. Игра продолжается. Мы фармим Варды. Крипы уже здесь. Можно дальше драться. Ну Ведин Крэш решил не трогать у нас того раз. Сейчас скорее всего еще и под Тауэр ходит. Нет. Уходит Ведин Крэш. Потому что маны очень мало. Да. Ман Ореген здесь огромный. Но под Тауэром там в принципе сильно... Ой. Под Тауэром. Под Фонтаном сильно не полетаешь. Вторая линия. Нижний лайн падает для команды Can't Say Whips. Арканусы просто в панике. 10-33 счет. Сбивает линку Ведин Крэшу. И что теперь? Еще одна линка у нас на Ведин Крэш. А кто на него? Неужели Квапа у нас давала... Да. Квапа давала линку на... Ведин Крэш. Теперь у Ведин Крэша своя линка. Туди пилит барак. Квапа пилит барак. Майти Сейвер умирает в 174 с половиной раз. 0. 174 с половиной. 1. Вот такой КДА у нас у Лекантропа. Просто бедняга вообще. Собаку даже, не знаю, покормить хочется. Купить ей что угодно. В киоске дать поесть. Так сильно изувечить данного персонажа. Я думал, могу только я. Нет, Майти Сейвер тоже на это способен. В итоге у нас 0.8 или 0.7 закончил Лекантроп. 12-й левел. На фоне Шейкера 14-го. Худший из левелов вообще в составе команды Can't Say Whips. Ну что, я верил. Can't Say Whips у нас проходят в полуфинал. Они не постеснялись взять новых героев, которых давным-давно все забыли. И заслуженную победу одержали в данном матче. Играли интересно, играли ярко, активно. Смогли развалить у нас команду Арканец Гейминг и пройти в полуфинал. Поздравляем их с данной победой. Что, на сегодня у нас матчи заканчиваются. Однако, Best of 3 была в формате сегодняшнего дня. Can't Say Whips мы уже поздравили, да? Поэтому мы услышимся с вами попозже уже. Следите за всеми анонсами в нашей группе ВКонтакте. Касательно дальнейших стримов. Если вдруг вы не подписались, подпишитесь. Только так мы сможем появиться у вас в новостях. Ну и заходите на наш канал на YouTube. Там все воды. И вот данного матча тоже будет. И опять же, не забывайте фоллоу нажимать на нашем канале Твича. Все. На сегодня прощаемся. Всем хорошего выходного. Приятного настроения. Ну и хорошей погоды, разумеется. Да и Доты интересной. У микрофона был друг. Это была студия Игрокам ТВ. Услышимся уже очень скоро. Пока что на сегодня все. Меньше играйте в Доту. Больше читайте книг. До скорой связи. Продолжение следует.